Мы знаем, вы слушаете радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Всем доброго дня, начинается программа «Диагноз недели». Я напомню, средства связи, телефоны прямого эфира 67212-9399, 67213-9399, или можно написать нам на WhatsApp 2306191. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Ну, я понимаю, что сегодня тема такая достаточно будет любопытная, интересная. Ещё, по-моему, китайский философ Джоан Зи, живший в IV веке до нашей эры, однажды озаботился вопросом, ему приснилось, будто бы он бабочка, которая беззаботно порхает среди цветов, и, проснувшись, он так и не мог понять, может быть, он действительно бабочка, которая думает, что она Джоан Зи, или он Джоан Зи, который думает, что он бабочка. Где тут реальность? Где вымысел? Где сон? Джоан Зи больше занимался философским аспектом происходящего, всё, что такое истина. На этот вопрос пытались ответить все философы, и, в общем-то, убедительной формулировки, по-моему, до конца так никто и не нашёл. Я начну с двух историй, вовсе, казалось, друг с другом не связанных. Не так давно в китайской Википедии произошёл небольшой скандал. Тут была убрана целая группа статей, посвящённых российской истории. Описывались что-то, происходящее века назад, отношения между Москвой и Тверью. В Твери был город Кашин, с очень богатыми серебряными приисками, на которых трудились десятки тысяч человек. И 200 лет Москва и Тверь воевал за город Кашин, тверская княгиня сопротивлялась, может, и так далее. Прекрасная история, за исключением того, что это выдумка от первого до последнего слова. Впервые этим заинтересовалась одна китайская учёная, историк, когда обнаружила, что именно на эту тему в китайской Википедии написано куда больше, чем в англоязычной или в русской Википедии. А некоторые тексты вообще отсутствуют темы, а это есть. Оказалось, что есть некая китайская домохозяйка, которая увлекалась историей, её отец был дипломатом, и она писала статьи по истории, а какие-то пустоты она просто домысливала. А как можно искренне призналась, ну и было скучно. Она домашняя хозяина, она писала альтернативную историю, причём увлекательную, за которой следили тысячи людей, и получала комментарии, вопросы, развитие тем и так далее. И когда её разоблачили, часть её поклонников её провозгласили с современным Борхесом, и потребовала, чтобы она издала свои труды отдельной книгой и так далее. То есть, 10 лет люди верили в альтернативную российскую историю, которая никогда не существовала. Вторая история. В Индии, как мы знаем, очень популярный национальный вид спорта называется крикет. Он оследует англичан, и невероятно популярный, очень азартный вид спорта, масса болельщиков, тотализаторы и так далее. В Индии появилась новая ассоциация крикета, соревнования, множество игроков, есть те статализаторы, ставки. Ставки в основном делались в России онлайн, тотализатор бурлил. Пока не выяснилось, что ассоциация выдуманная, крикетное поле, обычное поле, которое взяли слегка сделать, как крикетное. А игроки-профессионалы – это окрестные фермеры и рабочие, которым заплатили маленькие деньги, чтобы имитировать игру, чтобы кто-то мог делать ставки. Через какое-то время это, естественно, разоблачили, всех арестовали и так далее. Кстати, организаторы, авторы идеи где-то в России, по-моему, так пока и не поймали. Но опять вымышленная реальность. Игроки, которые не игроки, ассоциации, которые нет, поле, которое только видимость крикета, а вот ставки, деньги, азарт, человеческие эмоции, настоящие и живые. Что в этих историях общего? Как интересно, что неважно, речь идет о событиях многовековой давности или о событиях сегодняшних, даже не просто о событиях. Ну, ладно, про вымышленную войну Москвы с Тверио за город Кашин мы можем только где-то вычитать. А тут реальная игра. Ты видишь ее на мониторах своих компьютеров, там вы видите, а все ложь. Ну, то есть, игра все-таки происходит, но просто мы не обмануты в том, что это не чемпион, это не играют не чемпионы, это не чемпионат страны. Это вообще не профессиональные игроки. Это люди, имитирующие игру, они не умеют в них играть, они делают какие-то просто движения. А чувства и переживания одинаковые. Мне кажется, очень важная вещь для нашей современности, если когда-то нам кто-то мог соврать. Вот человек что-нибудь рассказал, выяснилось, что врет. Или в газете написали, вот выражение «газетная утка» всем известно. Но, вроде бы, Википедия считается еще не серьезным источником. Ну, серьезные ученые говорят, не относятся к скептическим, но тем не менее. И выясняют, что то, что 10 лет не писалась Википедия, оказалось вымыслом. Оказалось, что игра мы... То есть, на самом деле, у нас возникает серьезный вопрос, а чему же мы можем верить? Где у нас тот пробный камень, на котором мы можем вычислить, имеем мы дело с фальшивкой или с оригиналом? И, ну, чтобы далеко не ходить за примерами, сейчас, увы, идет война. Идет поток информации с обеих сторон. И, как мы, наверное, знаем, любая война – это еще и информационная война с обеих сторон. Всегда каждая сторона старается быть лучше в глазах публики и своего врага обвинять во всех смертных грехах. И мы сейчас видим, что происходит. Есть люди с обеих сторон, которые друг друга называют зомбированными, которые друг друга разоблачают, которые бесконечно сражаются изо всех сил, чтобы уличить другого во лжи. Но беда в том, что за исключением тех, кто находится на месте событий, мы опять вынуждены судить по тому, что кто-то нам рассказал или кто-то нам показал. И это тоже за нас заставляет задуматься. События, неважно, настоящие или ненастоящие, правильно поданные, неправильно поданные, вызывают в нас самые настоящие эмоции. То есть российские азартные болельщики делали ставки совершенно реальными деньгами на абсолютно вымышленные события. Переживали, волновались и так далее. Читавшие китайскую Википедию, люди считали, что они изучают настоящую древнюю российскую историю и были в это вовлечены. И это тоже оказалось неправдой. Вот вопрос, мир, который окружает нас, насколько он, во-первых, правдив или неправдив, а во-вторых, как мы реагируем на это, какой уровень эмоций, какой уровень тревог это вызывает у нас. То есть люди, которые, с одной стороны, всеми силами оправдывают российскую агрессию и находят там объяснение, черпая в информационном пространстве, они искренне верят в то, что они делают правое дело и что кругом мировые злодеи, которые хотят истребить Россию. С другой стороны, еще недавно средством массовой информации были полны душераздирающей истории о сотнях изнасилованных украинских детей и в жутких условиях, в новозах уродителей и так далее. Где позже сами украинцы признали, что это было выдумка каких-то активных людей и даже сняли с поста своего омбудсмена, который каким-то боком к этому оказался причастен. Причем еще раз, все это не затмевает реальных ужасов войны, но реальные ужасы войны обрастают выдуманными ужасами, дополнительными ужасами и так далее. Да, просто я сразу хочу сказать, что эта атмосфера чем-то напоминает вот хорошие такие старомодные голливудские триллеры, где, например, ну, условно говоря, жена начинает подозревать мужа, что он хочет ли он ее отравить, и вот вроде какие-то факты об этом говорят, а в то же время или это ее просто выдумка, или это какое-то неправильное трактование. Факты очень часто, вот какие-то такие триллеры, они строятся вот на том, что мы можем взглянуть с одной стороны и с другой стороны, и вдруг эти события предстают совершенно под разным углом, и мы не понимаем, чему верить. То есть считать ли это угроза реальной или это плод воображения. И заметьте, вы привели очень интересный пример. Это триллер, в котором герои страдают, боятся, волнуются и так далее. Но это еще и мы, которые смотрим этот триллер в напряжении, в тревоге, в недоумении, что же происходит на самом деле. Но при этом мы понимаем, что это кем-то снятое кино. Это выдумка, предназначенная пробудить нас сильные чувства. Что делать с выдумками в реальной жизни, которые не позиционируют себя как произведение искусства? Я хочу сказать, что и здесь мы можем обратить взор в относительно недавнее прошлое. Ведь практически во времена Сталина вся история была фальсифицирована. И шутили ведь о том, что самая запрещенная является газета «Правда», потому что с каждым новым номером старые номера теряют свою силу. В них упоминаются герои, те, кто были потом объявлены врагами народа. И, если я не ошибаюсь, даже был очень смешной, ну, такой трагикомический случай, когда в Большой советской энциклопедии её уже успели выпустить со статьёй про героя гражданской войны, который затем был, естественно, репрессирован, и предлагалось бритвой вырезать эту страницу, потому что, значит, на ней сообщаются вредные лживые сведения. Это вот прямо вот в самой Большой советской энциклопедии. Реальность корректируется тоже, как выясняется. И это вопрос первый, насколько мы можем доверять доходящим до нас из разных источков сведения, насколько мы доверять информации. Но вопрос, насколько мы можем доверять сами себе, потому что иногда нам неправильные сигналы посылает наша тревога, наше тело. Ну, зачем далеко ходить за примерами? Человек идёт по улице, и вдруг у него возникает, у него страшно колотится сердце, он покрывается холодным потом, у него ощущение, что вот-вот умрёт, ощущение страха, паники, кружится голова, где-то что-то сжимает, подкашиваются ноги. У человека есть абсолютная уверенность, что он сейчас умрёт, вызывает скорую, его везут в больницу, обследуют, оказывается, ничего у него не находят, сердце здорово, всё здорово, сосуды в порядке более-менее. Но тело послало обманчивые сигналы, и панический приз происходит снова и снова. И невзирая на то, что человек регулярно обследуется, его снова говорят, что ты здоров, попей то-то, то-то и то-то, он продолжает верить в то, что он тяжело болен. И здесь есть тоже некоторая грань, когда человек вроде бы и понимает, что это панические атаки, вроде бы и понимает, что ему надо лечить свою психику, а не сердце, или что бы то ни было другое. Но каждый раз, когда эта атака накатывается снова и снова, у него всё тот же страх, ощущение, что он вот-вот умрёт и очень трудно с этим справиться. Но эти люди, по крайней мере, понимают, что стоит дойти до психиатра или психотерапевта и этим заняться. Есть люди, у которых этот страх за своё здоровье переходит в грань осознанности, и, первое, естественно, в другое расстройство, это уже ипохондрический бред, так называемый. Человек уверен, что он тяжело болен, человек находит какие-то симптомы, человек ищет в себе это, и это уже требуется совершенно другого уровня лечения. Далее. Мы с вами какую-то передачу уже упоминали. Существует так называемый индуцированный бред. Когда человек психически болен, у него есть такая вполне себе логичная бредовая система, потому что кого-то преследует или чем-то облучает и наносит ему ущерб, а его близкие ему верят. Но он же, они не психиатры. И эта история, им кажется, вполне привлекательной. Я рассказывал эту историю, когда как-то пришли женщины со своим братом в годах уже, и брат недолго рассказывал, что его агенты КГБ облучают за стены психотронным генератором. Он придумал такой аппарат, и он писал жалобы в ООН, чтобы его защитили, его показали в списке жалоб. И я вышел к сестре и сказал, что, ну, ваш брат болен, его бы надо госпитализировать и полечить. Лекарства подбирать. Сказал доктор, ну, лекарства понятно, а что с психотронным генератором делать? То есть эта женщина тоже прониклась верой в несуществующие. То есть ее, наверное, можно переводить без помощи лекарств, но тем не менее, мне кажется, очень вообще символично для нашего времени. Мы можем поверить в чужие бредовые идеи. И эта вера начинает сказываться на нас, на наших жизнях, на нашем здоровье, на нашем окружении. Поэтому повторюсь, в те времена, когда мы жили раньше, нас можно обмануть словом, статьей в газете или еще чем-то. Ну, просто верите на слово. В любом случае было слово устное или письменное. В наше время при наличии видеоматериалов, видеомонтажа и совершеннейших средств манипулирования всем этим, мы не можем верить ни тому, что мы видим на экране до конца. Мы не можем верить тому, что мы прочли, не можем верить того, что нам рассказали. В итоге я давно ввел себя за привычку, прочтя любую новость, любую статью, мимоходом задаться вопросом, а правда ли это? И с одной стороны эта позиция помогает быть независимым от навязываемых те взглядов и идей. С другой стороны, будучи доведенным до максимума, вопрос, а правда ли это, может тебя полностью парализовать? Если ты перестаешь верить в реальность всего, что вокруг тебя происходит, то можешь потрогать руками, допустим. Ну или во всем видеть какую-то причину, то есть вот буквально кому это выгодно, кто это организовал и что за... Ну, по-моему, да, исторический анекдот, когда, боже мой, один из деятелей, по-моему, Толейран умер, вот все... А почему ему это было выгодно? То есть первый вопрос был, а в чем его выгода в том, что он умер? Насчет выгоды умереть. Старая история. Викинги, которые не могли взять какой-то город, кажется, Париж, в итоге сообщили, что их предводитель умер, но перед смертью он был крещен и просил его отпеть в соборе центральном и похоронить как христианина. Его положили в гроб, процессия скорбящих воинов внесла его на плечах в собор, после чего он высочил из гроба с мечом, воины достали оружие и сделали то, что обычно делали викинги в захваченных в европейских городах. То есть тоже история вот этой псевдосмертии, кому и зачем она была нужна. что нам со всем этим делать? Что нам делать с потоком информации, с тем, что мы можем не доверять собственному телу, новостям, иногда словам близких и так далее. Даже своим глазам. Ну, если мы глазам в какой-то реальности можем увидеть и возможно временно потрогать, мы не знаем, мы не можем потрогать восход или закат, но вряд ли он кем-то инсценирован. Хотя при современных средствах технических можно, наверное, инсценировать всё. Чем нам всё это вредит? С одной стороны, если мы верим в заведомые выдумки нашей жизни, мы выстраиваем её на ложных основах. Мы выстраиваем её на лжи, иллюзиях, заблуждениях и так далее. И, наверное, даже на заблуждения можно построить жизнь, прожить её. Кто-то может придёт без ущерба, кто-то с ущербом. Но я помню людей, которые, когда рухнул Советский Союз и начали выходить всяческие исторические материалы, о том, что раньше не печаталось, я помню людей, которые совершенно потеряли ориентиры в этом мире, они были абсолютно растеряны. И жизнь была построена вот на таких-то постулатах. И всё это ложь. Всё оказалось ложью. Не знаю, с чем сравнить. Это как, допустим, человек, которого всю жизнь верил в Бога, а его вдруг убедили, что Бога нет. И ты должен выстраивать себе новый мир, новую реальность, новые правила, потому что заповеди больше не работают. Кто-то где-то говорил, раз Бога нет, значит, всё можно. Тоже такая Достоевская мысль, по-моему. То есть нам надо выстраивать свою жизнь с нуля, начиная от системы ценностей моральных до практических, как находить себе место в этом мире. Есть люди, которые находят себе утешение в вещах, которые проверить невозможно. Я говорю о различной эзотерике сейчас. И как мы, наверное, замечаем, есть масса прекрасных эзотерических систем, в которые люди верят, которыми занимаются всю жизнь, для них это истина. И кто мы такие, чтобы этим людям указывать правда это или нет. Кто-то верит в гомеопатию, кто-то не верит в гомеопатию, кто-то верит в то, что можно по гороскопам выстраивать свою жизнь, кто-то не верит. Но правда, я часто встречал людей, которые подменяли подлинные усилия в жизни эзотерическими ритуалами или псевдоэзотерическими. Ну, например, у моего пациента была секретарша, которая ходила на какие-то психологические парапсихологические курсы, и объясняли, что надо визуализировать то, чего ты хочешь добиться. Поэтому она регулярно ездила куда-то смотреть на богатые дома, дорогие яхты и машины, если на это часто смотреть, то это ты к этому придешь. Наверное, все-таки она и осталась секретаршей без яхты и богатых домов. к сожалению. Но, возможно, вся ее жизнь, посвященная любованию, всем этим стала наполнена смыслом. Следующий вопрос. На самом деле ложь-то нам часто нужна. Она какая-то образующая система, на ней все держится. Как сказал классик, тьмы низких истин нам дороже, нас в завершающий обман. То есть иногда посмотреть на правду страшновато. Ну, например, на правду о себе, на правду о своих отношениях с людьми, на правду о том, что вот если ты верил, что отношения надо строить так-то, они тебя привели в тупик. Вопрос, во что же ты верил? Вот один мой знакомый врач, когда он человеку ставил один диагноз, а у человека оказалось заболевание намного более тяжелое, он сказал, неужели все, чем вы меня учили, неправда? И это было такое искреннее тревога, искреннее недоумение в его голосе. Почему мы эту тему затронули? Почему затронули, ну, как всегда, мы же в психотерапии занимаемся чем? Человеческим душевным покоем или тем, что его нарушает. Что такое истина, мы с вами не решим ни в этой передаче, ни в десяти последующих. Можно всех адресовать к трудам философов, начиная от древнегреческих философов и дальше, дальше, дальше. И было множество определений. Древние греки больше были склонны доверять логики. Если что-то доказано, что оно правильно, значит, оно истинно. А если доказано, что неправильно, значит, оно истинно. Как мы сейчас знаем, доказывать можно все, что угодно, и очень часто зависит от умения и убедительности доказывающего и от доверчивости того, кому доказывают. То есть здесь тоже достаточно сложная история. И сейчас момент тяжелый, когда мы живем, что сначала у нас были споры о ковиде и вакцинации, и так никто и не нашел, не пошел к консенсусу. Потом у нас были споры и продолжаются о войнах и отношениях, и все бы ничего, если бы эти все тревожные мысли нас не кого-то они разрушают, а кого-то они вдохновляют. То есть человек, который борется за правое дело, он, наверное, в общем чувствует себя хорошо, до тех пор, пока никто не переубедил, что это дело неправое. Ну, у людей тоже есть, к счастью, у нас природа нашла защиты, способ защиты от разочарований. Ну, вот, например, японцы, которые до Второй мировой войны, будучи достаточно милитаристской, воинственно настроенными, потерпев поражение, нашли себе выход из этой ситуации. Они сказали, у нас были плохие правители, у нас были плохие военные, они нас обманули, они нас убедили, а так-то мы люди мирные и хорошие. И с этой мы стали жить дальше. Германия, как мы знаем, она прошла и через период покаяния. И то это покаяние происходило тогда, когда появлялись факты, в которых невозможно было отвертеться. Ну, например, история с Освенцем достаточно долго скрывалась, и ее как бы не замечали, и люди, работавшие в Освенцеме, получили сравнительно небольшие сроки, пока какой-то дотошный человек не занялся раскопкой того, что там на самом деле происходило, озвучил это, не дал никому покоя, напечатал тексты, привлек внимание прессы, телевидения и так далее, и тогда эта история зазвучала, и люди были наказаны более строго и так далее. И это вот история о том, что мы часто и не хотим знать правду, вот это вот низкие истины, они нам неприятны. Например, в терапии человек куда проще заблуждаться насчет себя самого, то, что называется внешне обвиняющая позиция, когда у человека всегда кто-то виноват во всех его проблемах и бедах. Неправильное государство, злые политики, неправильные близкие, которые не любят и не ценят и так далее, и так далее. То есть мы должны защищаться от разочарования, мы должны защищаться от чувства вины, мы должны защищаться от того, что этот мир ненадежен, хрупок и в любой момент может оказаться не тем, за что мы его принимаем. Была же идеалистическая философия, где очень было направление, по-моему, салепсизмом, что мир это наше представление о нем. И был такой философ Бертран Рассел, об условности понятия причинно-следственных связей, говорил, что я не могу быть уверенным в том, что этот стол в тот момент, когда я отворачиваюсь от него, не превращается в кенгуру. Что из этого вытекает? Во-первых, мы вынуждены выстраивать какую-то свою систему знаний об этом мире, чтобы ну хоть в чем-то доверять вся эта система. По идее мы не можем принимать где постоянно что-то на веру. Нам приходится собирать информацию, неважно о мире, о военных конфликтах, об истории, о своем теле, о чем угодно, о людях, которые рядом с нами, чтобы понимать чему же нам доверять. Во-вторых, наверное, в какой-то момент нам стоит, мы можем признать, что мы не хотим больше знать. Мы не хотим более важно. А чай, которые рядом с нами, о стороне, в котором, потому что во многом знания и многие печали, и знания могут нас разочаровать и заставить жить совершенно по-другому. Вот совсем по-другому. Кстати, по этому поводу многие люди, только начав терапию, бросают ее. Почему? Они настолько не по себе, от того, что они начинают слышать в себе, возникают такие болезненные переживания. Когда-то ко мне пришел один мужчина, который хотел, чтобы я поработал с его женой. И мы с ним заодно разговаривали с ним о нем. Он же ко мне пришел, а не жена. И на следующий он мне позвонил и сказал, что у вас терапия разговора сплошная, я всю ночь не спал. То есть смех смехом, но есть люди, которые вдруг приоткрывают глаза на что-то и сразу этот шкаф они в ужасе захлопывают, потому что видеть, что в нем. Разглядеть его, погрузиться в свою собственную историю, в то, что на самом деле представляли твои отношения с твоей семьей с самого детства, какой была она. страшно. 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 Умберто Эко когда-то одним из признаков фашизма называл приверженность к традиционализму. Есть традиции, завещанные предками, мы их придерживаемся, мы их несем дальше в неизменном виде, и так и должно быть, а какие-то новые вещи это все от лукавого, враждебного и так далее. В несколько уменьшенном виде у нас тоже есть масса традиций, которые мы воспринимаем из своей семьи, из предыдущих поколений, и эта традиция может быть вполне себе ложной, но комфортной. Когда человек начинает вдруг понимать, что когда он в своей семье как она прекрасна и идеальна, а его болезнь на его вспомнике говорит, что она не идеальна, что его родители вовсе не идеальные люди, а такие люди, как все, своими недостатками, иногда вопиющими. Когда человек начинает о себе понимать, что какие-то вещи, которые он делал, ему становится стыдно, или он понимает, что стыд первый шаг, но за ним, когда мы там работаем, мы начинаем понимать, почему это происходило, каким образом привело, но иногда людей так пугают чувства стыда и вины, что им страшно дальше вслушиваться и о себе говорить. Поэтому они говорят, что нет, я пока не готов, я возьму паузу, и так далее, и так далее. Может быть, речь может идти даже о мастерстве психотерапевта, в том числе, который, возможно, слишком быстро человека привел к этим новым взглядам, возможно, стоило быть бережнее и осторожнее и постепенно приводить человека к тому, к кому-то новому пониманию. А может, человек, в принципе, был к такому не готов, это, наверное, в каждом отдельном случае рассматривается по-отдельному. Наверное, резюмируя сегодняшнюю передачу, мы никогда не познаем абсолютной истины. Но доверие хорошая вещь, но доверять можно очень близким людям, доверять можно и, как мы, тоже ограничить своему зрению, слуху, осязанию и так далее. А вот дальше наше представление о мире возможно, всегда нуждаются в ревизии, в периодическом пересмотре. Хотя буду убедиться до сих пор, правда это или нет. Или убедиться в том, что та система взглядов, в которой я возрос, она верна, а не навязанная кем-то, просто я воспринял абсолютно без всякой критики. То есть периодически задавание себе вопроса, а правда ли это, и если это не правда, то почему меня обманывают люди, государства, средства информации, для чего они это делают, какая вы там корызть, и как я, это не правда, в чем мой ущерб, в чем мое страдание. Это требует развития в себе независимого мышления. Независимое мышление требует информированности, открытости к новым источникам информации. Ну, вы же знаете, Олег, что люди предпочитают любимый телеканал, любимый интернет-ресурс, своих единомышленников по взглядам, и в общем-то не хотят знать, что происходит за пределами вот этого. Сейчас такое модное выражение информационный пузырь. Наверное, это тот случай. Я как раз в своем телеграме обязательно держу нескольких авторов, которые меня просто раздражают, но просто для того, чтобы понимать и видеть ситуацию другими глазами. Да, я делаю то же самое. Ну, и для выработки смирения. На этом мы закончим. Это право каждого слушателя доверять или не доверять тому, что сегодня прозвучало в нашей передаче. Они могут это перепроверить по различным источникам, прислушаться к себе. Поэтому даже нашу передачу не надо воспринимать как абсолютную истину. Не доверяйте нам на 100%. Анализируйте, думайте, понимайте. Спасибо большое. Врач-психиатр, психотерапевт Риль Резник Мартов до следующего понедельника. Всего доброго.